Привет! Сегодня мы приготовим любимое многим блюдо из детства. С вами Андрей. И сегодня мы будем готовить фаршированные перцы. Сегодня на кухне будет жарко. Погнали! В главных ролях перец болгарский, фарш домашний, свинина-говядина, большая луковица, морковка, рис. Рисом мы отварим. Грамм 300 будет. Фарша 800 грамм. Сметана 15%. Томатная паста. Красный перец, черный перец и соль. Павку мы поставили, пока варится рис. Немного его подсолили, чтобы он не был пресным. В этот момент мелко нарезаем наш лук. Рис варим до полуготовности. То есть он должен еще оставаться твердым. Лук мелко шинкуем. Готовим его к зажарке. Натеряем морковку на тетке. Ставим сковородочку на большой огонь. Чтобы она нагрелась хорошенечко, добавляем 2 ложечки столовое масло. Маленько размажем это все получше, чтобы по всей площади было. И в ход пускаем наш лук. Лук пожарили до мягкости и добавляем туда морковочку. И все вместе еще дальше обжариваем до мягкости морковки. Чтобы придать перцам мягкость и убрать от них некоторую горечь, их надо бланшировать. Для этого в кипящую воду опускаем на 2 минуты. По окончании 2 минут сразу же промываем холодной водой, чтобы они не передержались в кипятке. Достаем наши непотопляемые перцы. И отправляем их в холодную воду. Готовим наш фарш. Перекладываем нашу поджарку. Зажарку перекладываем в фарш. Рис. Перец. Черный. Перец. Красный. И соль. И все это тщательно перемешиваем. Делаем соус для наших перчиков. Пол баночки сметанки. Больше половины баночки томатной пасхи. Берем такие маленькие 3 ложечки. Обычно можно по вкусу, конечно, попробовать. Черный перец. И все это дело хорошенечко перемешиваем. Дальше добавляем теплой воды. Температурной. Все это перемешиваем. Для удобства фарширования перца нам надо его отрезать по кругу, шляпочку снять. Потому что если его просто выдавливать, то при заправке мы перец наш раздавим. Фаршируем наши перчики. Сильно плотненько не набивайте, для того, чтобы они не развалились и не сломались. Опа, красавочка. Выкладываем наши перцы в кастрюльку. Заливаем соусом наши перчики. Нам надо, чтобы наши перчики были покрыты, чтобы не тушились. Поэтому теплой воды. Передливаем теплой воды. Ставим наши перцы. Ждем, пока они закипят. После этого огонь ставим. Но выключится к крышке. И периодически поливая наши перчики соусом. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, наши перчики готовы. Я надеюсь, вам понравится, когда вы так же себе приготовите. Подписывайтесь, не стесняйтесь, комментируйте, советуйте, жмите лайки. Пока-пока.